Всем привет! Сегодня займемся разметкой жесткого диска. У меня практически все используемые сборки Linux Mint и XFace. Практически все они сохранены. Десяточка тоже. Десятку я сохранил в двух форматах. Сохранил на кронисом и сохранил при помощи программы QTA4. Посмотрим, что так будет работать. Первое. Отсоединим swap-файл. Что я собираюсь сейчас делать? Я собираюсь полностью форматировать жесткий диск, разбить на разделы как мне нужно и после всего этого буду ставить на него все по новой. Итак, вот значит смотрим информацию в устройстве. Таблица разделов у меня MS-DOS. Если я сейчас пойду и напишу вот так вот создать таблицу разделов, все данные на диске будут удалены. А мне в этот раз это и нужно. И создаю я ее в том же таблицу разделов MS-DOS. Применить. Все. Практически у нас получено, как говорится, абсолютно чистый жесткий диск с новой таблицей разделов. По опыту я вам скажу, что у меня ни один Linux в корневом разделе никогда не занимал больше 15 гигабайт. А может быть, конечно, у кого-то там и больше, но для меня даже при двойном увеличении прочности, то есть 30 гигабайт, этого будет вполне достаточно. Поэтому я сделаю раздел на 30 гигабайт. Это у нас будет выглядеть так. 30 гигабайт умножить на 1024 равно 3720. Вот мы сюда эту цифру и поставим. Произделю в формате extension 4. Да, в принципе, нормально. Меточку какую сделаем. Я сюда буду ставить 17.2. Я так и напишу lmc 17.2. Почему? Потому что для меня самой надежной сборкой является сборка lmc 17.2, на которой все вставало сразу, все настраивалось и все работает. И я вот даже свою последнюю сборку lmc 17.2 обновил ядро с 4.2 до 4.84. И опять-таки все нормально, все хорошо работает. Поэтому вот так вот я ее обзову. Значит, вторым разделом, ну, я сделаю где-нибудь там гигабайт, у нас 200 отнять 30, 170 гигабайт. Если я сделаю 170 гигабайт умножить на 1024, это у меня будет кладовочка. Или корневой раздел. За глаза и за уши моему Linux это хватит. Значит, вот я делаю кладовочку. Вот здесь напишу lmc 17.2, да просто напишу home. Все равно потом все будет перебиваться. Под винду у меня тоже практически, ну, где-то там гигабайт 25, ну, 50 гигабайт я отведу под винду. И я думаю, что этого ей хватит тоже за глаза и за уши. У меня это будет вот такая вот цифра. Значит, сделаем новый раздел. Поставим вот сюда 50 гигабайт. Я небольшой любитель Windows, поэтому мне 50 гигабайт хватит за глаза и за уши. А у кого много там чего, делайте по 100 гигабайт. Заставляю ntfs, а здесь напишу Windows 10. А кладовочку я сделаю ей практически гигабайт. Там по 200, по 300 и хватит винде этого за глаза и за уши. Жесткие диски в формате ms-dos, они, как правило, вот... Ну, давайте сделаем еще здесь попробуем. 4 гигабайта умножить на 1024. Это swap раздел. Вот такая вот у нас будет цифирь. И вот эту цифирь мы здесь поставим. А здесь возьмем swap. swap поищем. Вот Linux swap. Добавить. И напишем. Пусть все это дело, как говорится, исполняет. Операции все сделаны. Больше четырех разделов на первичном он не дает создавать. Поэтому основное пространство я просто... Видите? Невозможно создать более четырех основных разделов. Поэтому вот я Linux swap я убираю. И для себя, значит, возьмем за правило. Что больше трех разделов основных нельзя делать. Все остальное пространство вот я беру и делаю его расширенным. Добавить и исполнить. А уже на расширенный раздел или так называемый логический раздел жесткого диска я уже могу тут накидать чего моей душеньке будет угодно. Ну, а первым делом, значит, я сделаю здесь swap файл. Копировать. Дадим новый раздел. Вставить. В Linux swap. Добавить. И нажмем исполнить. Наше пожелание. Наше пожелание исполнено. Вот Linux раздел swap создан. Ну что, как я и говорил, значит, я сделаю где-нибудь кладовочку на 200 гигабайт. Хотя у меня там скромные размеры. Ну, ладно. Умножить на 1024. Это я сделаю кладовочку для винды. Вот создаем новый раздел. Вставляем. Пишем, что это у нас НТФС раздел. А здесь я напишу. Вин. Чёрточка. Дата. То есть, это как бы диск D, скажем так, на винде. Исполнить. Применить. И закрыть. Всё. Вот разделы у нас уже созданы. А вот остальные разделы, на которых у меня располагаются мои, скажем, сборки, которые я обкатываю. Я решил сделать, не делать для них раздел Home, а буду просто делать вот такую вещь. 50 гигабайт умножить на 1024. Но зато потом, кто будет ставить мои сборки, он может выделять себе отдельно раздел Home и делать его любой величины. Эти разделы будут довольно-таки скромными. Ну, вот я, допустим, что там. Ну, вот я напишу. Линокс. Минт. 18. Линокс. Минт. 18. Минт. Все. Применить. А процесс пошёл. То же самое. Я создам, значит, ещё разделы для сбора, которые я обкатываю. Это у нас будет размер одинаковый. Ну, называться уже будет он так. Л. М. Икс. Эфси. И. Чёточку добавил. Ну, 18. Применить. Закрыть. Третий раздел. Опять-таки берём. Вставляем. 50 гигабайт. Называем. Линокс. Минт. Мэйт. Чёточка, допустим. 18. Добавить. И. Вперёд. И. Сборка. КДЕ. Она у меня не пошла. После установки на раздел жёсткого диска и перезагрузки, значит, вылетает сообщение, что рабочее окружение КДЕ, значит, плазма там пятая, она просто не запускается. Но, тем не менее, я делаю новый раздел. Вставляю всё это дело. Здесь я пишу. L-M-K-D-E. Чёточка. 18. Добавляем. Применить. Применить. Хорошо. Значит, один из разделов я делаю таким, скажем, опять-таки. То есть, запомните, 50 гигабайт для любой сборки Минта. Записывать только надо будет на один раздел сразу и корневой, и хоу. Вот. За глаза и за уши хватит, чтобы сборку там, скажем так, потихонечку для себя пробовать, обкатывать и так далее. Эту я назову V-R-K, то есть, V-R-K, рабочая. Где я буду пробовать самые различные, как говорится, там, другие Линуксы, которые там мне попадутся. То есть, бывает иногда необходимо там поэкспериментировать. Ну, в принципе, вот даже вот этого вот вполне, скажем так, за глаза и за уши хватает. И вот здесь остальную область я просто так вот размечу все как есть и сделаю ее кладовочкой для Линукса. Я так и напишу LNX черточка дата. То есть, у меня абсолютно ясно, значит, и понятно, здесь вот видно, что у меня, значит, вот как размечен диск, что на нем я собираюсь, как я собираюсь его использовать. То есть, это вот, скажем так, мои пользовательские, скажем, настройки, которые, ну, приходят с опытом. Первое, значит, это моя основная золотая сборка, которой я постоянно пользуюсь, она моя рабочая. Значит, ее можно скачать с Меги, ради бога. Значит, дальше, значит, сборки, которые, значит, у меня, вот, в ходе, как говорится, настройки и апробации, и сколько это будет длиться, неизвестно. Значит, вот здесь будут располагаться. Здесь, значит, для всяких там других Линуксов, если я буду там что-то испытывать. И плюс кладовочка на 200 гигабайт. То есть, по 200 гигабайт две кладовочки для Линукса и для Винды. И вот такие вот, скажем, размеры. Вот, запомните, что в корневом разделе, вот, куда я поставил, сделал для Линукс Мин 17.2, у меня никогда больше 15 гигабайт этот раздел не бывал. Обычно 8-9. Значит, вот такими размерами, в принципе, я вам рекомендую, значит, пользоваться для установки. Вот, ну, а здесь уже, как говорится, все зависит от вашего жесткого диска, от вашего желания и прочее, и прочее, и прочее. Теперь, значит, что я займусь? Я вначале поставлю десятку, восстановлю Акронисом, вот на этот раздел. А после него поставлю сюда вот Линукс Мин 17.2. Как я ставить буду десятку, вы не увидите, потому что там в программе от Сергея Стрельца, там, к сожалению, нет программы для записи с экрана. Вот. А все остальные этапы, значит, я вам покажу, как я буду устанавливать сюда из, значит, копий, которые у меня хранятся на внешнем жестком диске. Но я вам буду показывать вот этот процесс. То есть, вы видите, что я сделал не только разбивку диска, но еще также у меня вот имеется еще и установка, как что будем делать. Вот такой план, значит, работы. Итак, следующая часть видеоролика, значит, будет уже как установить на первый раздел жесткого диска Linux Mint, но после винды. То есть, винду я сначала поставлю первой. Все.